Сегодня отмечают Международный день геоинформационных систем. Что это за так называемая ГИС и на какой стадии развития находится сегодня эта система, выяснял Иван Падоницын. Геоинформационная система, сокращенно ГИС, обыденная и незаменимая часть повседневности. По словам заместителя директора по работе с клиентами Дубль ГИС, число зарегистрированных в системе компаний в городе Якутске уже почти 11 тысяч. На данный момент уникальных пользователей, ну оцениваем как две трети города Якутска. И город расширяется, частный сектор, то есть обращение наших жителей города насчет нанести свой частный дом на карту, то есть много ИЖС, построек, индивидуального жилья строится. Таким образом наносим на карту более актуализируемую. Как жителям города узнать, где запланирована стройка и под какие цели разрешено использование земли? Для этого нужно ознакомиться с таким вот градостроительным планом с пояснением правил землепользования. Что предполагает трату времени на обход инстанций. Но теперь вся необходимая информация выходит онлайн. Заканчивается тестовый этап геоинформационного портала окружной администрации города. Геопортал разработан с целью обнародовать все пространственные картографические данные по городу Якутску. А это земельные участки, сформированные на аукцион и нестанциональные объекты торговли. Объекты наружной рекламы, а также разрешение на ввод-эксплуатацию, генеральный план и проекты межевания и многое другое. По каждому проекту у нас имеется информация по аналитике. Каждый объект на карте интерактивный, то есть по нему и есть карточки объекта. По правилам землепользования карточки объекта это разрешенные виды использования, условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды использования. По аукционам и торгам, тут в карточке объекта у нас имеется информация, кадастровый номер земельного участка, адрес местоположения, площадь, категорию земель, вид разрешенного использования. По некоторым проектам у нас есть подпроекты. Разработчики портала акцентируют внимание на планируемые индивидуальные надстройки на различные сферы городского хозяйства. Геопортал нацелен на то, чтобы информацию мог получить любой житель города, любой житель города, который интересуется, может ли он прирезать земельный участок, перераспределить свой земельный участок. Информация будет по новым местам, то есть места, где будут проводиться аукционы на размещение нестационарных торговых объектов. И предприниматели уже могут, получив сведения в этом геопортале, каким-то образом планировать участие в аукционах. Любой инвестор, например, сидя в другой стороне, в другом городе, может зайти в геопортал города Якутска и получить исчерпывающую информацию, какие инвестплощадки готовятся к реализации на территории города Якутска. В третьем запланированном этапе развития портала – личный кабинет каждого пользователя, благодаря которому можно будет узнать принадлежность к определенному детскому садику, школе или поликлинике, а также всю подробную информацию по каждому из округов. Иван Подойницын, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.